Вы прямо вперед. Да, все, нормально у нас. Все, прошло. Давай, пусть заскакивает. Друзья, еще раз хочу вам сказать, что если вы сидите дома в Москве или вы тусуетесь в центре, у вас сейчас есть возможность выбраться, поучаствовать в квесте, получить очень странный подгончик в виде вот такой футболки от коллаборации между Адреналин Раш и Денисом Симачевым. Вот у нас первый человек, кто нашел меня. Это квест. Я на улице Петровка, но где, я вам не скажу. Вот такие вот секретики. Товарищ приехал из Казани, получает футболку. Что, будем ждать следующего с тобой? Да. Давай все, подождем. Давайте я вас фоткал. Как мы должны фоткал? А вот эти фотографии, которые делают, где они потом будут? Так, там, я так понимаю, должны отдать футболку. В общем, все, ребята, вы как приходите, все условия по футболкам и так далее вам расскажут. Ребята местные, кто-то следующий подошел. Заходи, забирай футболку. Здорово, ребята. Как у вас делишки? Нормально. Как у тебя настроение, рассказывает? Отлично. У тебя как? У меня вообще зашибись. Мы вот сидим. Очень быстро, кстати, вы стали приходить. Да, я мимо прошел, я понял, когда ты сказал в этом. Так, давай. Что-то откуда? Пятигорск. Пятигорск! Вот, Пятик, вот это отдельный респект. Пятигорск отличный город. Как у вас там? Я последний раз был, когда у вас там стройка вообще была жесткая. Вот когда типа от цветника подниматься там. Закончили, нет? По-моему, я там уже лет 10 на самом деле там стройка. Там постоянная стройка. Вот здорово. В любом случае, ребята, если вы никогда не были в Пятигорске, в Минеральных водах, в Кисловодске обязательно съедите. Я, по крайней мере, был удивлен, когда туда приехал. В общем, смотри. Там, я не знаю, по каким-то условиям тебе сейчас скажут, как это сделать. Заберешь вот такую футболку. Не знаю. Ребят, вот тут жесткие кислотные футболки разыгрывают, конечно. Как у тебя дела? Что-то еще расскажешь? Поговоришь с людьми? Я не знаю. Что, как дела? Как дела? А, брату привет, вон, Тёма 15. Тёма 15. Тебе привет от братана. Отдельно огромный респект. Он вообще меня курирует по твоим квестам и так далее. Он говорит, слушай, у Масленникова видос, быстро беги там, в парк Горького, туда-туда. Я вот единственное место, куда я успел. Это хорошо. Но обычно мы просто квест проводим где-то ночью, где-то в лесопарке, и я там под землей. Ну вот, вот такие квесты. Что ты еще хочешь? Ты переехал сюда? Учишься? Я учусь, да, первый. Учишься? Куда? Просто мега геодезический. О, это хороший универ. Как вас? Хорошо учишься. Я, ну, так, нормально. Вот, чё ты сейчас? Ну, нормально. В общем, ребят, кто сейчас только к нам подключился и не понимает, что вообще творится. О, здорово всем. Ну вот, она меня правильно снимает. У нас сейчас в центре Москвы проводится квест в содружестве с Адреналин Рашем и Денисом Симачевым. Я на улице Петровка, где я вам не скажу. Мы находимся в одном баре. Тут высокие стекла. Я думаю, вы сможете нас найти. Подсказки буду давать в течение фира. Если вы приходите сюда, вы попадаете в прямой фир, мы пообщаемся. Вы получите эксклюзивную футболку, которой больше ни у кого не будет. Я когда понял, что это бар, я в Яндекс.Картах убил бар. А, ну ладно. Вот он, а, он сейчас подсказал. В Яндекс.Картах, если что, смотрите, пробивайте. Ну, там их несколько, но я понял. Тут несколько баров на Петровке. Я думаю, вы не ошибетесь. Приходите. В принципе, очень прикольная активность. Квесты мы очень сильно любим с ребятами. Если вы сидите дома, вам нечем заняться. У вас еще полтора часа времени. Так что мы вас ждем. Вот гибрид. Проходите, сейчас объяснят, что тут забрать у меня все вещи. Шикарненько, шикарным образом. Вот там, смотрите, вы можете подумать, что парни сдают кровь, но они не доноры. Им там делают татухи сейчас. Не настоящие, правда, но... Пойдем. А можно потом еще фото сделать? Да, конечно. В общем, ребят, сейчас у нас проходит квест прямо в центре, в сердце Москвы, на улице Петровка. Я тут спрятался в одной локации, как я и вчера говорил в сторис. Вы можете меня найти, выиграть футболку. Мы можем пообщаться. Вы пойдете в прямой эфир, нафоткаемся, всеми делами позанимаемся. Будет действительно круто. Вы ходите. Вот такие пироги. Меня найти очень легко. Давайте я подсказочку дам. Соответственно, мы находимся сейчас в баре. Это бар. Это бар. Они будут говорить, какой. У нас вот такие вот, во-первых, жизнерадостные люди. А во-вторых, высокие окна, поэтому вы сразу нас найдете. Вот так вот я на секунду сделаю. Так вот оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Такая подсказка совсем в лоб. Ребят, кто сейчас смотрит прямой эфир? Кто-то есть на улице Петровка или нет? Вы в поисках, аль нет у нас. Вот удивительная, кстати, тема, вот серьезная. Когда мы делали закапывание, за 15 минут в 3 часа ночи приехало человек 70. У меня, видимо, подписчики, которые ночью не спят, а вот днем как раз высыпаются. В общем, для тех, кто только что присоединился к нам, друзья, у нас проходит вот прекрасный, невероятный, сумасшедший квест на сотрудничество с Адреналином, Раш и Денисом Симачевым. Мы разыграем футболки. Я спрятался на улице Петровка. Ну как спрятался? Тут панорамные окна от пола до потолка. Переходите, вы можете получить эксклюзивную футболку здесь. Что здесь можно? Можно со мной пообщаться, можно пофоткаться и так далее. Очень необычная активность. Ребята, которые это устроили, меня очень сильно удивили. Действительно прикольная задумка. Очень прикольно. А какие у вас... Приезжай с футболкой в Питер. Вот, ну, окей, хорошо, все, поехали. Если надо приехать с футболкой в Питер, здравствуйте. Иди сюда. Так, разговариваем дальше. Привет. Так, давай я подальше все поставлю. Как у тебя настроение, рассказывай. Хорошее. Прогулялась. Прогулялась? Да. А ты как бы заранее выехала или ты просто сейчас гуляла и таковой из учебных? Я с университета выехала. С университета выехала? Ты, значит, прогуливаешь парой сейчас, да? Нет. Бессонно. Вот, ну, молодец. Расскажи, кто ты, откуда ты? Я студент медицинского университета. Отдельный респект таким. Я из Равинского. Равинского? Я из Московской области. Ну, мы прекрасно знаем. Что ты хочешь пожелать ребятам, которые сейчас это все смотрят? Ой, удачи, чтобы они нашли это место. Потому что, если бы не вот это вот окошко. Сложно было найти, реально? Ребят, ничего сложного нет. Это бар на Петровке. Посмотрите, их тут немного. По Яндекс.Картам и так далее, по Гугл.Картам. Приходите, получите, во-первых, пять. Во-вторых, получите футболочку на очень странную эксклюзивную. Зафоткаемся. Как мы будем фоткаться? Рассказывай. Можно. Полный рост. Полный рост? Давай. Сейчас, ребят, я пойду. Полена. Полена? Давай, Полена. Можешь вам? Ой, 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 я закрыл экран пальцем. Это нормально. Так, давай, видите? Спасибо, что приехал. Обращайся сейчас, тебе расскажут, как все забрать. Че, пацаны, че набили? Расскажут. О, вот это вы набили. Вот это, конечно, фуфлой я-то набил себе. Вот надо было так. А что это значит? Что это значит? А вот не скажи. Я вас бы хотел спросить. А вот не скажи. Это девять планет. Как там скриптонит? Хотя бы на одну из девяти планет оставить. Дет-па. Лю-па. Как у вас настроение? Отлично. Чем занимаетесь? Я архитектор. Архитектор? Че строит? С дома. Ну, содержательно ответил. Я учился на один классе в школе пока что. Приехали мои друзья с Миссанченко. Я просто на Московской области. Это круто, ребят. Подходите, вам все расскажут, как что забрать, получить и так далее. Вы заранее поехали? Мы по часам уже выходили. Серьезно? Красавцы. Спасибо, что приехали. Да, мой господин. Доброго. Привет. Доброго дня. А я вообще такой иду, смотрю, ты такой выходишь селфи. Я забежал. А ты говоришь, ну вот, ты подскажешь. Да, нормально подскажешь. Как ты? Кто ты? Что ты? Запорожец. Вот смотрите, как челок. Друзок тоже Запорожец. Еее. Old school все дела. Расскажи. Я вчера приехал из Америки. Только что остановился, увидел этот квест. Я на самом деле бил поезд такой, что там по квестам. Я просто глядя, перед тем, как уезжал в Америку, я тут по квесту всякий бегал по приколу. Так, я смотрю, ага, квест. Так, ага, так, Петровка, ты где? Я тебе шумил, а ну-ка давай. Нашел такой раз. И такая подсказочка выбегает. Подсказочка яркая, незаметная подсказочка. Кислоте. Кислоте, да не в обиде. Не в обиде. А расскажи, а что ты в Америку гонял? Я язык и язык, ну-ка. Ну я там какие-нибудь дела не занимался, а так еще, да. Тогда я за ним в пути. Ну, слушай, это очень круто, что ты... Вот чувствуете, вы там многие попы не можете поднять из дома, чувак из Америки практически приехал. Блин, давай переиграем. Это лайк, да. Я тебе сказал, прикинь, я из Америки сейчас прилетел. Ну давай переиграем. Ты же прямой пиромер. Давай еще раз. Ты из Америки прилетел? Да. Ты красавчик. Вот это тема. Чтобы поучаствовать в этом квесте, я прилетел из Америки. Вчера, правда. Я знал, что он будет везти его сегодня. Все, у него просто инсайдерская информация. Я просто знал, что один такой чувак, который любит делать всякие запланированные штуки. Ну вот, поэтому он как бы заранее все вычислил, запланировал поездку, приметел себя. Смотрите, девушка расскажет, как забрать немножко кислоты себе домой. Забирай, можно отсюда переводилочку делать. Здесь татухи? Есть немножко. Есть немножко, где? Здесь одно место. Ну, давай, давай. О, ну, вот, говорит, отвечает учет. Ну, я думаю, вот, зачем мы били? Вот надо было прийти, там, чук-чук-чук-чук. Ну, я сейчас, да, на шею сделал, потому что на шею настоящую набивать не хочу, потому что... 17.03 сделай, пожалуйста, на шею тогда, хорошо? SPB? Не, ну, просто 17.03 же есть, сделать такой второй шаг. 17.03, заплитая, SPB. SPB, хорошо. Все, еще раз тебе, Аля, дешевле. А, да, дешевле. Так, ну, рассаживайся. Отдай, отдай. Детпа, Любоу. Я сделаю. У нас вот разбитый телефон. Ребяточки, те, кто к нам присоединяются сейчас и смотрят... Привет из Татарстана. Татарстан, здоров. Так, давай, пойдем, Бумбуку. Светом. Солож. Ну, как-то так. Я не буду это выбирать. В общем, ребят, те, кто к нам только что присоединились, как я вчера и говорил, у нас проходит квест в самом центре Москвы, на улице Петровка. Вы можете попробовать меня найти, как вот он, как ребят, которые здесь уже начинают собираться. Ну и вот, вы можете получить... Во-первых, крепко, рукопожатие. Во-вторых, вы можете получить футболку от коллаборации Адриэля Раши Дениса Симачева. Вот немножко кислоты унести домой, пообщаться, сфоткаться и тому подобное. В общем, приходите, подсказка. Это бар. Мы находимся в баре. Окна панорамные, огромные. И баров на Петровке не так уж и много. Поэтому вбивайте в поисковик, ищите, приходите. Мы будем рады каждому. Вот смотрите, какая прекрасная парада. Засмучал. Засмучал? Засмучал. Смотрите, вот я умею, говорите. Я так хотел сказать. Адрес это Петровка. Так, стоп, 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 стоп. Я знаю, где это. Найдите меня в Инстаграме. А, вот хитрый, хитрый, хитрый. Но я выложу, наверное, фотку чуть попозже. Наверное, за пять минут до окончания. Да ладно, сейчас выкладываю это. Если кто-то тебя найдет, вот это ребята постараются. А, кстати, да, может меня найдут, и я за какой-нибудь... А ты еще геолокацию поставь там, типа, с хэштегами, все. Все-все-все прибегут. И квест у нас развалится. Всем хай из Владивостока. Владивосток, мы с вами, к сожалению, я никогда не был. Ты был Владивосток? Нет, не был никогда. Я тоже. В Америке был, а в Владивостоке нет. Так там просто до Владивостока и до Америки одинаковое расстояние. Ты как бы такой, типа, куда лететь, по топливу. Ну вот, где Даник? Даник, к сожалению, сейчас с нами нет. Я тут один. Привет из Израиля. Ребята из Израиля. Вот Максим Азаев, ты что не приехал на квест? Я не понял. Что, это так сложно из Израиля было загонять? Я из Америки прилетел, чувак. А, ну вот из Америки чувак прилетел. Две минуты назад ты же сам об этом говорил. А, зачем тачка для ГОСТа, если это последний сезон, а это не последний сезон? Вот так. Это пред последний. Там будет еще очень маленький и короткий по Америке. Оп! Кстати, вот там ты мне и пригодишься. А если я буду там в этот момент? Иван Факов. Ты учил английский в Америке в последнее время? Что-то знакомое, да? Что-то из его фамилии, по-моему. Так, Рига, Латвия, приезжай, все дела. Обязательно приеду. Очень хочу... В кафешку Джонни Боя сходить. Конечно. Засчитаю там. Привет из Оренбурга. Ребят, есть тут кто-то, кто нас сейчас ищет на Петровке? Ищите внимательно. Давайте я вам пару подсказок дам. Ой, господи. Во-первых, это бар. Это бар. Вот, смотрите, там бар. Вот он. Вот там бар есть. Здесь панорамные окна. Панорамные окна. Сейчас я выскочу на улицу на секунду. Вот как-то... Ну вот. Вовремя вышел. Забегайте, парни. В общем, ребят, что у нас сейчас творится, чтобы вы не пугались? У нас сейчас квест в онлайне идет. Я нахожусь в центре Москвы на улице Петровка. В одном из баров. Баров тут не так много. Вы можете его легко найти. Переходите. Я тут буду еще где-то полтора часа. Мы зафоткаемся, пообщаемся. Еще вы получите эксклюзивную футболку от Адреналина Раша и Дениса Мачева. Немножко кислоты вынесете домой. Парни, давайте, идите сюда. Как у вас здесь? Давайте, как по очереди? Да. Так, долго искали? Нет. Нет? Мы живем примерно за углом барки. Прям в барке? Это мустанг припарковал. А где мустанг припарковал? Вы нашли в первую очередь мустанг, да? Вот молодцы. Вы ищли и нашли. Ребят, если кто-то ищет, то, что там стоит мустанг, это ни о чем не говорит. Там просто рядом церковь. Не ищите в церкви. Меня там нету. Мы находимся в баре. В баре немножко подальше от мустанга в сторону центра. Вот такие параги. Чем занимаешься? Я... Ничем не знаю. Ты... Интересный человек. Нет, ну серьезно. Нет, на самом деле, на каникулах, на прошлой неделе, я с друзьями побывал на заброшенном зиле. Нас полила охрана. Потом мы побывали на ХЗБ. Мы не попали туда. Мы побывали на зиле, но нас там поймали. Мы побывали на ХЗБ, но туда не ходили. Нет, мы туда попали и походили, там часа, наверное, 3 где-то. Так зил, который снесли? Да. Там работающий есть. А, вы этот что ли? Я понял. Сходили... Вы сходили на зил? Да. Который снесли? Да. Там парк легенд открыли. Вот они по парку легенд походили. Парни, респект вам огромный за то, что пришли. Подходите к ребятам, они расскажут, как получить футболки. Я тоже хочу сфоткать. А, сфоткать. Давайте в отдельности скажу. На ваш телефон или на мой? У меня iPad. Давайте на ваш. Давайте. Я мог прийти вот тут. Тут такой желтый. С телефона выглядит из-за желтого цвета, как будто я бухой сижу. Ха-ха-ха-ха-ха. Панец, слушайте, значит, квест у нас. В общем, друзья, кто сейчас реально... Вот этот прожектор, можете рубануть нахуй? Давайте я рубаную. В общем, ребята, у нас сейчас проходит квест в самом центре Москвы, на улице Петровка. Все, респект огромный. Мне тоже можно сфоткать? Да, конечно. Нет, нельзя. О, вот так, нормальное освещение теперь. Я не выгляжу, как бухой. Хорошо. Ребят, видите, мы исправляем все прямо по ходу, чтобы качество было ништяковое. Респект, парни. В общем, у нас сейчас квест проходит в самом центре Москвы, на улице Петровка. Мы находимся в одном из баров. Мы сейчас проводим квест коллаборации между Адреналин Раш и Денисом Симачевым. Вы приходите, получаете эксклюзивную футболку, мы общаемся, фоткаемся и тому подобное. В общем, все 33 удовольствия для вас. Немножко кислоты унесете домой. Футболка, кстати, прикольная. Ребята, кто фрирайдом занимался, она в стиле футболок для фрирайда сделал. Потом, если будете бэкфлипы крутить на мотоцикле, можете крутить вот в такой вот необычной футболке. Так, небольшая подсказка. Мы на Петровке. Это бар. Это бар. Вот что-то в этом роде вы можете получить. Неплохо. Тут девочек у нас красят. Хорошо. Ну и вот, парни подходят, забирают футболки. Кому-то бьют татухи из переводилок. Все, все четко. Мы находимся в баре, ребят. Бар находится на Петровке. Их тут не так уж и много. Вы выходите, проходите, находите бар и заходите, получаете футболку и так далее. Мы тут находимся еще полтора часа примерно. Поэтому поторопитесь, поторопитесь, не сидите на жопе ровно дома. Приезжайте, будем общаться. Дим, передай привет Артему Лапину. С Пятигорска. Артем Лапин? Да. Артем Лапин из Пятигорска. Те огромный привет, Владимир Масников. Ну вот, что сделал? Почему все здесь, тебя нету здесь? Что, так сложно было приехать? Ну что ж ты это? Ладно, я к тебе приеду, разберемся. Давай. Ребят, привет, привет. Пока никого нету из подходящих. Ребят, могу поотвечаться на вопросы. Есть ли они у вас? Сразу вопрос, где сударь, сразу отметайте. Потому что вы узнаете ответ буквально в одном из ближайших влогов, который выйдет на все по маслу. Действительно, достаточно интересно. И, конечно же, вопросы посыпались. Как? Стоп. Комс Кострома на меня обиделась. Елена Рус. Кострома, не обижайся, пожалуйста. Полина Бородай. Здравствуйте. Ну, привет, привет. Подождите два часа. Инна Джи, пожалуйста, давай, лети к нам на всех парах. Я надеюсь, что ты успеешь к нам. Привет, привет. Когда серия с Мустангом, вот вышла буквально неделю назад серия. Последняя сейчас мы в самое ближайшее время постараемся отправиться в Санкт-Петербург, чтобы проводить съемки новой части. Кстати, хочу подсказать, если кто-то сейчас ищет нас на Петровке, увидел вдруг Мустанг. Мустанг стоит не рядом с местом, где мы находимся. Мустанг стоит около церкви. В церковь лучше не лазит, ребят. Ну вот. Передай привет Кириллу Кирееву. Тебе огромный привет. Сможешь делать прямое, когда будешь на заброшке. Привет из Чехии. Через два часа буду. Alex.com. Чувак, если сдержишь обещание, я не знаю. Парни пробежали, походу, рядом с окном. Ищут, ищут, но, походу, не нашли. Ну-ка, сейчас давайте мы прикольнемся на них. Просто пробежали мимо, ребят. Ребята, смотрите внимательнее, ищите внимательнее. Мы находимся в баре на Петровке. Их не так уж и много. Видите, какой сложный квест вы, оказывается, сделали. Люди проходят. В ком-то ты не можешь найти. Ищи внимательнее. Мы находимся в баре. Тут большие окна. Баров не так много на Петровке. Приходи, получай футболку, пообщаемся и уходи. Такая схема. Потому что мероприятие в какой-то момент закончится. Мы все разъедемся по домам. Привет из Беларуси. Минск. Огромный респект. На Забицкую пойдем. Будем там тусоваться. Так. Никто не знает, что такое Забицкая в Минске? Кто из Минске был здесь? Никто не был в Минске? На Забицкой были? Не были вы в Минске? Все, не врите. В общем, ребята, кто из Минска, у вас самая потрясающая улица с барами и так далее, которую я в жизни видел. У нас в Москве нету такой, потому что у вас прям на улице все такие тусы, прям как где-то за границей. Очень круто. Привет из Украины. Украина, огромный привет тебе. Харьков, Киев. Так, Камалин57, огромный тебе привет. Димаш, слава малийкум, парень. Привет из Якутска. Якутск. Вы очень далеко, вы не успеете на наш квест, но в любом случае, огромный вам привет. Мы уже здесь находимся, мы здесь будем находиться полтора часа, ребят. Так что, кто есть в Москве, пригоняйте на Петровку, тут есть бар, ищите его, приходите, забирайте свои призы и мы пообщаемся. Привет из Калининграда. Просто привет из разных городов идут. Сейчас, мне кажется, мы всех перечислим. Украина, еще раз тебе огромный привет. Казахстану, Казахстану, Салам, Рахмет, что смотрите. Передай, передай привет Татарстану, блин, у меня такое чувство, что с Татарстана больше всего зрители у нас, потому что Татарстану уже не раз передавал. О, Баку! Кто у нас из Баку? Зерил Влад. Баку потрясающий город. Я вот один раз там был, приезжал на жару и, честно говоря, был просто поражен тому, что я поражен разницей. Я представлял Баку совершенно по-другому. Когда я приехал, я понял, что это абсолютно аутентичный такой мегаполис. Я бы его назвал именно мегаполисом с потрясающими небоскребами, но в то же время с невероятно восточным колоритом. Обязательно еще раз летом на жару поеду, изучу город получше, потому что в прошлый раз у меня времени на это сильно не было. Вот такие пироги. Улица Зыбицкая. Я прошу прощения. Зыбицкая ее всегда называл. Зыбицкая она. Да, через И. Так, когда Гостбастер 22-го числа, товарищи, выходит, материал очень-очень странный. Это, сразу говорю, это не будет Гостбастер в полной мере. Я сейчас его полечу снимать буквально послезавтра. Полечу я туда не один, а с известной личностью в локацию, на которой мы с этой известной личностью уже, соответственно, бывали. Я не знаю, как это, блин, рассказать. Мне это нельзя все говорить. Ну, ладно, пофиг, уже начал говорить. В общем, это будет коллаборация между телеканалом ТНТ и каналом моим, по большей части. Это будет связь между проектом, который сейчас идет на телеканале ТНТ и Гостбастером. Это будет немножко странненько выглядит. Но, в любом случае, будет интересно. Обязательно посмотрите эти выпуски, которые выйдут и на все по маслу, и на основном канале. В общем, будет круто. Кто там пишет? Сейчас, секунду. Ангел ЗЗ123. Дим, я из Крыма еду. Как думаешь, успею? Конечно, конечно, успеешь. Мы тебя подождем. Когда в Львов приедешь? Блин, кстати, в Львове есть Подгорецкий замок, известный. Очень давно хотел туда приехать. Если каким-то образом договорюсь с хозяевом замка, то обязательно туда загляну. Потому что, действительно, очень интересная история у этого заброшенного архитектурного комплекса. Очень интересно было бы там побывать. Вот. Я еду, пишут. Сивков Иван. Сивков Иван, мы тебя ждем. Да, конечно. Сейчас, секундочку, ребята. Нет, там. А, давай, конечно. Димончик, когда Мустанг? Мустанг будет уже в мае. Я хочу просто в Питере снять классный материал. Поедем туда за колесами. Для Мустанга. Что выражаете? Парочку сделаем. Здоров. Здоров. Готов. Спасибо большое. Огромный респект. Парни, давайте заходите. Спасибо. На огонек следующий команд. Вы же проходили мимо уже? Много тысяч раз. Много тысяч раз. Как вы можете заметить? Там свет горит и так далее. Привет, парни. Давайте с каждым из вас пообщаемся. Так, что мы снимаем? Мы снимаем тебя. Отлично. У тебя влог есть? У меня есть ничего. Но я думаю, с сегодняшнего дня нужно что-то завести. Потому что камера работает. Ты говоришь, что сюда коллаборация. Бесплатно все договорились. СММ. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Я его еще не придумал. Но обязательно ссылка в описании где-нибудь. Ссылка в описании, причем описание у прямого эфира нету. Но, ребят, если вы найдете описание у прямого эфира, там обязательно будет ссылка. Обязательно. Пиши, описание пока пиши. А ты свой канал хочешь мутить? Да, конечно. И ты решил начать с этого, да? Ну, просто субботы я смотрел. Знаешь, есть календарь, когда нужно все начинать. И вот написано, что в этом году нужно все дела начинать в субботу. Так. Вот, значит, вчера захожу в инстаграм. Ага. Ну, там смотрю мой любимый влогер. Димас, там все по массу, все дела. Такой говорит, типа, класс, смс какой. Я думаю, блин, вот оно. Вот оно, мотивация, пора искать. Все, я понял. Ну, слушай, если действительно ты собираешься делать канал, тебе огромный респект. Делай его. Токс, пожалуйста, не сдавайся. И действительно херач до конца, как говорится. Окей, и еще есть один такой момент, который я хотел тебе написать. Но я думал, ты все равно не ответишь. Ну, ты же все-таки селебрити, ты звезда, ты блогер. Ой, ты херню не говори. Короче, есть действительно страшное место. Так. Прям вот, кипец какое страшное. Все жители туда боятся ходить. Я хотел туда пойти, я побоялся. Нет, Люберсу. А, Люберсу. Шучу. В Абхазии, в городе Сухун, есть заброшенная пабрика. Я знаю, про что ты говоришь. А вот нужно туда поехать. Я уже жду и жду, жду и жду. Все не то. Слушай, вообще, в всех краях огромное... Аккармары есть. Да. Классное место. Я туда давно хочу съесть, но я просто... Сталкер последний, который ездил, у меня есть знакомость туда, сказал, что там в Аккармаре живет семья же. И они очень-очень негативно, чуть ли не с оружием вышли на него, когда он начал снимать. Отличный. Поэтому я что-то не очень хочу. Согласен, согласен. Ну, реально, ну как-то они съесть. Мне кажется, туда надо поехать однажды, потому что, не знаю, Аккармары действительно края. Там целый город заброшенный, ребята. Представьте, какой выпуск обедительный можно снять. А у тебя, ребята, кто смотрит этот новоиспеченный канал, обязательно на него подпишитесь, поставьте лайк. Что ты там собираешься снимать? Какой ты прекрасный? Нет, нет. Ну, какой я прекрасный, это естественно, но у меня есть такой план, в общем. Так, план. Сейчас я все спалю, свою концепцию, ну ладно, я расскажу. Так. Я решил попробовать себя во всех сферах. То есть я буду готовить еду. Это будет типа, приготовим хавчик за пять минут. Отличные рыбанчики, может, применить, пожалуйста. Вот. Потом я буду, значит, обзорчики снимать, ложки снимать. И когда я пойму, какой жанр мне подходит, я начну фигачить один жанр. Так, в модельном бизнесе и бьюти-блоге себя попробуешь? Естественно. Ага. Я это там, мейкап, не мейкап, там все. Мейкап, стрелки-как сделать. Стрелки там, брови, все дела. Шелак там правильно положить, да? Это знаешь типы слова. Блин, я с женщиной живу, естественно, я знаю. Я тоже знаю типы слова. Я тебя понимаю. Так. Так что вот так, я думаю, как думаешь? Ну, я думаю, зайдет. Только что, да? Только что это за что? Только что, да. В общем, еще раз, ребята, обязательно подпишитесь на канал. Я советую, хоть я его и не смотрел. Он только вот начал снимать, а все, что начинается с меня, обычно заканчивается плохо. Посмотрите на... Отлично! Вау, посмотрите наши видосы. Ставьте дизлайки. Посмотрите мустанг, у нас он полностью жопой накрылся. Ну вот, вот такие бюро. Серьезно? Да нет, мы его полгода чиним. Я знаю. Вон он стоит там, в соседнем. Можешь угнать. Спасибо. На ключик, кстати. Давай, давай. Не, не, не. Ну, я думаю, я сфоткаюсь. Хорошо, хорошо. Все, мы можем провести. Так, что, мы зафотаемся? Да, я хочу зафотаться. Как мы зафотаемся? Сейчас, у меня есть... В общем, ребят, те, кто не понимает, что происходит, мы сейчас в центре Москвы, на Петровке, идет квест от Адреналина Раша Дениса Тимачева. Вы можете приехать и получить вот немножко вот такой кислоты. Вот ребята приезжают, получают кислотище. Да, смотрим. Все, да, я думаю, нормально. Шик, спасибо тебе за эмоции. Ребят, там вот тебе расскажут, как кислоту забрать. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Че, как ты? Пайкраски. Нашли нас друг на Еле-еле. Почему Еле-еле? Ребят, мы находимся в баре на Петровке. Тут не так много баров. Заходите, приходите, получайте футболку, пообщаемся, пофоткаемся и так далее. Выпьем, возможно, водичку, водичку мы выпьем. Ну, в бар можешь зайти, может, тебе что-нибудь сплеснул здесь, конечно. Кто ты, что ты, зачем ты? Я Женя, я и Сергей Посада. И Сергей Посада? Не Москва. Потрясающе красивый город. Конечно, Сергей Посадин. Неланд раз. Особенно в Макдональдсе, который там. В каком-нибудь? Там много их открылось? Два? Матерь Божья. И давно не было у нас. Это мегаполис теперь, три мака есть. В Челябинске один только открылся. А у Сергея Посадин уже... Не до него надо вообще... Нет, ну слушай, архитектура красивая. Я ездил, я не знаю, это один из самых красивых архитектурных ансамблей, которые вообще в жизни. В общем, слышно, правословная Россия. Вот, понятно. Так что, ребята, все бегом в Сергею Посадин. Естественно, после того, как вы придете на улицу Петровка, найдете меня, получите футболку, мы пообщаемся. Я вам расскажу, как ехать до Сергея Посада. И вместе рванем туда. Вот такие дорогие. Могу дать подсказку, что он не в Петровке 38. Мы там были. Там его не было. Петровка 38 вообще не катит. Нас там нет. В общем, туда не ходите, приходите сразу сюда. Это тоже бар, ребята. Посмотрите по картам. Не так много баров на Петровке, чтобы нас прямо искать. Тут огромные панорамные окна, и прямо девушку кразит прямо в окно. Я думаю, что можно догадаться, что здесь что-то вот происходит. Заходите, получайте футболку. Ты проходи тоже к ребятам, тебе расскажут, как ее получить. Огромный респект, что пришел. Там с улицы не видно ничего. С улицы не видно ничего? Матерь Божья, дай я вснюю. Там реально ничего не видно. Ничего не видно. Ребята, как вы так сделали? Ну, что за дела? Ребята, я вам сейчас выйду на улицу, покажу, как это выглядит снаружи. Вот, как это выглядит снаружи. Ребята. Петровка, Петровка. Все дела. Ищите нас. Мы здесь будем где-то еще час примерно. Я просто вижу, как люди пробегают мимо, а тут действительно ничего не видно, ребят. В общем, ищите, приходите, получайте, пофоткаемся, все дела. Мы с тобой не сфоткались. Мы с тобой не сфоткались? Пошли фоткаться. И спалил номер дома только что. Да? Ну ладно. Если этой подсказки, ребятам, будет мало, то я тут бессилен. Так, давай. Синхроника? Ребят, что у нас происходит? Для тех, кто только подключился, у нас проходит квест о дружестве с Адреналин Раш и Денисом Симачевым. Разработаны уникальные футболки, которых вы больше нигде не найдете. Вы сейчас можете на Петровку приехать, попасть в бар, где нахожусь я. Пока мы пообщаемся, вы попадете в прямой эфир, мы подарим вам футболку, вот такую вот кислотную. Она, кстати, прикольно сделана в стиле фрирайда, да. Навряд ли вы в такой, конечно, в Люберце съездите, но... В стиле неудобно просто сидеть. А, ну садись сюда, что это? Вот. А, у тебя тоже прямой эфир. Ну у меня побольше зрителей. Ну, понятно дело. Ребят, вот все, кто два человека смотрят, вам огромный респект. Вот. Там еще три было. А, три было, но это уже хорошо. Дима, у тебя три миллиона подписчиков. Да, вот здесь случилось такое дело, что... Нет. Пару дней назад, к сожалению, к счастью, остается на канале, стукнуло три лимона подписчиков. Это действительно здорово, прикольный результат работы, но он подразумевает достаточно большой уровень ответственности. Поэтому я надеюсь, что прям вот к новому сезону, который начнется в сентябре, сделаем действительно три-четыре очень крутых проекта, о которых я даже сейчас не буду говорить, но они прям действительно очень вкусные. По крайней мере, денег туда мы вбухаем. Просто хренову тучь. Это вот мы быстренько зафоткались. Какие у вас, ребята, еще? Буиновский Глеб. Ты попросил сказать твой ник? Вот, пожалуйста. Глеб, передай мне... Владимир Терлекчжи. Тебе огромный привет, Надин Масленького. Здравствуйте. Владивосток с тобой. Владивосток... Егор Крит Топ. Аккаунт мне пишет. Егор, ну как тебе не стыдно заводить такие аккаунты. Находит же время вести вообще? Ничего, 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 ничего. Когда будет ГОСТ? Ребят, уже говорил на трансляции, когда будет ГОСТ. ГОСТ в измененном виде будет 22-го числа. Я надеюсь, сейчас просто небеса не развергнутся, и мы все-таки его выпустим вовремя. Самое главное его снять. Как его выпустить? Пофиг, вот главное его снять сейчас, потому что все зависит по большей части от человека, который со мной туда поедет. Очень непонятный экспириенс, неподготовленного человека вести в подобное место. С одной стороны хочется, с другой стороны не хочется, потому что это небезопасно. С другой стороны будут капец какие натуральные эмоции. Человек просто, мне кажется, там просто описится от страха. Ты мне не говорил, что ты меня возьмешь. Блин, ну надо же сюрприз тебе устраивать. Я мешок на голову, и все, поехали. Выпуск будет, выпуск будет из жаркой европейской страны. Там я уже снимал. И кстати, 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 когда я снимал там выпуск Госта, не в этой локации, а в другой, я снимался там в одном ТВ-проекте, который выйдет на телеканале ТНТ. Он выйдет 22-го числа. И вот как раз 22-го числа на ТНТ будет, и на нашем канале будет такая вот коллаборейшн между проектами. Так что обязательно посмотрите. Мне кажется, будет супер-пупер круто. И вы узнаете из ТВ-проекта, как я себе настолько ушатал плечо, что теперь оно до конца не двигается. А мы находимся на Петровке. Не будем говорить адрес, мы находимся в баре. Ребят, приходите. У нас тут идет квест. Что такое? Можно просить друг друга? Да, конечно, как друг друга? Август. Август. Желаю тебе всего самого наилучшего. Никогда не превращаться в сентябрь. Быть всегда позитивным, солнечным, теплым. Какая твоя заветная мечта? Пух. Хрен он знает. Прям вот такой, чтобы заветная мечта, о которой я постоянно думаю. Наверное, не буду раскрывать все карты. Хотелось бы, конечно, общечеловеческих вещей, которые... Чтобы семья здорова была, чтобы не нуждались ни в чем твои близкие. Это, наверное, самое главное для каждого человека. Как там Даник? Даник, все хорошо. Инна G1. Лечу на всех парах. Как ты сказал? Ну, лети, лети. Мы тебя все ждем. На Петровке мы находимся. В баре тут большие вертикальные окна. К сожалению, не так хорошо видно, как хотелось бы. Я просто вижу, как люди иногда пробегают, которые 100% нас ищут. В конечном счете находят. Баров, подсказка, на Петровке не так уж и много. Так что, ребята, приезжайте. Удивительный момент, конечно, потому что на закапывание в лесопарк Архангельское в 3 часа ночи приехало человек 40, наверное, в общей сложности. А сейчас поменьше у нас пока что. Видимо, ребята, которые меня смотрят, спят по большей части днем. Или, может, все отсыпаются. Сейчас такие только проснулись. Ой, е-мое, там, типа, куда-то ехать. Оторвите попу от дивана. Прекрасная погода на улице. Возьмите кого-то с собой. Что такое? А, я понял, хорошо. Ну вот, оторвите свою попу от дивана. Приезжайте сюда. Прекрасный повод выбраться из домашней клетки и насладиться прекрасной погодой. Что у нас сегодня проходит? У нас здесь проходит квест. Квест в содружестве с Адреналин Раш и Денисом Семачевым. Денис Семачевым взял, да и разработал дизайн футболок. Вот такой вот странный он, кислотный. Сразу скажу, такой визуально на любителя, но прикольный. Прикольный, прикольный. Эксклюзивная коллекция, которую вы больше нигде не найдете. Парни, вам респект огромный. Давайте удачи. Вот кто-то уже забрал эти футболки, убегает отсюда. Таких футболок вы больше нигде не найдете. Только если, соответственно, приедете сюда, поучаствуете в квесте и заберете себе одну-другую Добрейшего. Но вот одну-другую заберете и все будет отлично. Она, кстати, сделана в стиле, как, вот, соответственно, одежды для мото-фристайла. Мне, по крайней мере, нравится, как она сделана. Такие, матерь божья! Чтобы вы понимали, почему я так удивился. Эй! Сахарочек! У тебя все хорошо? Ну и здорово. Это вот самое главное, что человек просто радуется. Видите, смешались куча кони, люди, ну вот. На чем я остался, я даже не помню. Ну и вот, соответственно, эта эксклюзивная коллекция, которая разработана Денисом Симачевым, вы можете приехать и получить себе уникальный футбол, который вы нигде больше не получите. Времени у нас осталось меньше часа, ребят. Так что сейчас выходите из дверей, ой, из дверей, из квартир, открывайте нараспашку двери и бегите, бегите на улицу Петровка, забегайте в наш бар, фоткайтесь, получайте футболку, пообщаемся, вы поводите в прямой бире и так далее. Баров на Петровке не так уж и много. Друзья, что ты... А, здравствуйте! А я что-то заговорился. Здравствуй! Так, сейчас, чтобы тебя видно было тоже. Как у тебя дела, рассказывают? Отлично. Кто ты, что ты, зачем ты? Я девушка, не знаю, с чем я в этом мире. Я девушка! Неполезное существо. Интересное замечание. Ты учишься, работаешь? Учусь. На кого? Я на переводчик. Переводчик? Какой язык? Английский. Английский. Ты говоришь в английском очень хорошо? Не очень хорошо, но я думаю, что я буду говорить это гораздо лучше. Окей. Окей. Это хорошая новость. Я желаю, что вы говорите так fluently, как вы хотите. Смотрите, вы, соответственно, приходите, как Анастасия, приходите, находите бар, фоткаетесь и так далее, получаете вот такую вот кислоту себе домой. Вот такие пироги. Спасибо тебе большое. Подходи к нашим ребятам, они расскажут, как, что получить. What? Да, конечно. То, оказывается, пока я обещал, тут срывалась небольшая очередь. Здравствуй, расскажи о себе немножко. Тут вот так связи. Я тут сделала пелагофер, включила твой сториз. И зашла по... А ты здесь прям пелагофер? А, около метро, понятно. Ты не знала, как вы есть, просто случайно. Я зашла просто посмотреть сториз. Not bad. Not bad. Очень трудно было найти, потому что... Серьезно? Да. Окон этих высоких номеров. В каком смысле... Сложно было найти. В каком смысле? Я нашел заброшку за два часа рядом с Барсой в каком-то непонятном городе, опросив людей. Стариков, которые мне на полуиспанском, полуанглийском объясняли, где она находится. Я ее нашел. А вы Барни можете найти. Но ты молодец. Ты все-таки справилась с квестом. Пришла. Ты на кого? На кого-то учишься? Работаешь. Где работаешь? В министраторе торгового центра. Это похваль. Я в МВД работаю. Давайте там осторожнее. Спасибо, что пришла. Давай мы тогда зафоткаемся. Ребята расскажут, как получить вот такую футболку от Денис Симаченко. Спасибо. Спасибо тебе большое. Вот видите, как полезно иногда в центре пить кофе. Попили кофе, зашли, получили эксклюзивную футболку. Здравствуй. Я думаю, ты сюда. Давай, прыгай. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься? Легкой атлетикой. Серьезное заявление. Очень круто, очень круто. У тебя именно профессиональный рост? Ты хочешь именно заниматься легкой атлетикой? Я не можешь ски. Красавела. Давай так, через несколько лет мы на Ле-5 тебя увидим? Точно сказать не могу. В комплексе ты не можешь сказать. Ну-ка, давай-ка сейчас всем скажи, что смотрите меня на Олимпиаде. Через там, не знаю, сколько лет. Ну, пусть будет через... Пусть будет через семь. Через семь лет? Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, фамилия? Тимохин. Кирилл Тимохин будет представлять нашу страну на Олимпиаде. Это очень круто. Давай, зафоткаемся с тобой. Тебе ребята расскажут, как получить футболку. Ты ее получишь. И через семь лет представишь нашу страну на Олимпиаде. Огромный респект, что занимаешься таким непростым сбором. А ты легкой атлетикой... Что? Бег. Бег. В общем, ребята, вы его не догоните. Это вот я твоим конкурентам на Олимпиаде говорю. Ребята, мы на Петровке находимся в баре. Легко было найти? Ну, я сначала промокнусь, а потом будет другая. Ну, вот. Так, сейчас, как она у нас порвит. Дим, увидимся у нас там. Давай. И сдули мне колеса. Все, спасибо тебе большое. Подходи, тебе расскажут, как я получил футболку. Что у меня там? Убрал все? Что-то не доел. Мне сказали убрать. Ребяточки, у меня осталась заряда. Друзья, 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 у нас идет в разгаре квест в сторону разрешения. Присаживайтесь, друзья. Я тоже не знаю. Даром, как тебя зовут? Максим. Максим, расскажи о себе. Кто ты, что ты? Чем ты занимаешься, увлекаешься? Учусь, работаю. Учусь? Все банально. Все банально. На кого учишься? Менеджер. Менеджер. Тоже банально. Где, где, где учишься? Смешно больше. Московские. Московские. Мои. О, с Мои у нас, кстати, отдельная песня. Я искренне надеюсь, что к концу лета выйдет проект, который, кстати, вместе с Мои реализовывал на канале. Да, я там тоже бываю у вас, забегаю иногда. По заброшкам просто, да? Не, а я, кстати, в корпусах, которые, знаешь, типа, синие-голубые, которые прямо на Ленинградке стоят. Да, я заходил там, все с ремонтом. Старый, да? Не, ну, визуально они не старые. Старый выглядит. Ну, внутри-то ни хреново выглядит. Я прям зашел, я прям удивился. Там весь универ, к нам. Патриот. Патриот. На менеджеров авиационным куда хочешь пойти потом? Да не знаю, Даш, как пойдет. Как в Декатланет. Декатланет. Ну, надо с чего-то начинать. Я когда-то печатал футболки и подрабатывал аниматором в шоколаднице. Вот такая у меня странная работа была. Так что развивайся, давай зафотнемся с тобой, и тебе ребята объяснят, как получить футболку. Ребят, у нас квест проходит в самом центре Москвы, на улице Петровка. Здоров. Приходите, ищите меня. Мы находимся в баре. Баров тут не так много. Тут панорамные окна, много света. Приходите, получайте кислотную футболку. Пообщаемся, попоткаемся. Все, респектирую. Так, сейчас мы тут систему сделаем из адреналина Раша. Так ты инженер, оказывается? Смотри. Ну, нет, не инженер все-таки до конца, потому что угол не позволит мне ее вот так поставить красиво. Так что давай сейчас мы сделаем. Оп, оп. Мы можем назад туда ее. Куда? Так, вниз. Да, ну вот, и телефон не будет стоять, потому что... Так. Не, 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 подожди, подожди, подожди. Мы так просто не сдаемся. Давай так. Опаньки, вот. Вот так вот инженер. Так, друзья, кто у нас пришел из НО? Все, пока-пока. А я? Можно я? Да, конечно. Ладно. Привет. Здравствуй. Я пришла с подругой, сразу говорю, она твоя фанатка, а я так. А ты так. Хорошо, давай вообще. Я решила ее поддержать. Это правильно. Друзей надо всегда поддерживать. Чем ты занимаешься? На кого учишься, работаешь? Я студентка НСИС. Индус информатика учусь. Not bad, not bad. Not bad. Вот все так говорят. Все абсолютно, кто учится сейчас в универе, когда спрашивают, где ты учишься и так далее. Все говорят, ааа, где бы ты не учишься. У меня тут чувак знакомый один есть. Он закончил Оксфорд. Я у нее спрашиваю, типа, как он? Я такой, чувак, давай ты не будешь мне врать. Ну и вот. Куда ты дальше пойдешь к Васильченко? Я не знаю. Какие шутки не стоят, так ли, здесь. Ты можешь как хочешь говорить. Мы можем на панели, а потом посмотрим. Я не знаю. У меня остальные в таких шутках. У меня остальные управления. Мне оно вообще не нравится. А зачем ты туда пошла? Отключилась. Отнимание получается. Я прекрасно знаю. Немолодойся, в какой-то момент ты наверняка себя найдешь в том, что тебе действительно нравится. Нам надо заботиться и объяснять, как получить футболку. Я сейчас не могу никакой отжать телефон. Потому что у меня очень плохая камера. Ну а отожми телефон у нее, что это? Спасибо. Ты споркаешь? Да, конечно. Все, спасибо тебе, что пришла. Смотри канал. Вот я так и рекрутирую подписчиков. Вас тут много подошло. Ребят, чтобы вы понимали, сразу оп. Тут сразу. Сразу очередь. Так что быстренько давайте. Так, ребят, у нас не так много времени осталось до конца квеста. Так что приходите. А, кстати, Powerbank не заряжает. А, нет, вот теперь заряжает. Как все дела? У меня отлично. Вот, видишь? Я вообще не планировала ехать, если честно. У меня модель на полтора часа задержалась. И времечко. Вот такие проблемы. Модель задержалась на полтора часа. Так что скажем ей спасибо. Зато мы пообщаемся. Чем занимаешься? Я учусь. А что с моделью ты делаешь, рассказываешь? Это задание. Фотография. А на кого ты учишься? Медиаком. Нет, нет, нет. Ну так, нормально. Вот, вот, уже позитивнее настроение идет. Не просто, а уже нормально. Смотри, нам надо зафоткаться, и потом, соответственно, тебе объяснят, как получить футболку вот такую вот от Adrenaline Rush. Огонь. Это была последняя капля, приехать или нет. Спасибо тебе большое Так, друзья Здравствуйте Как мы сделаем? Да, ты можешь Снимать Как у вас дела? Легко было найти деньги? Ну да, мы везде бы заходили Поверили в плюс Это физическая нагрузка Чем вы занимаетесь? Вы такие подружки Ага, понятно Что у нас есть инстаграм, подружки Мы с подписчиками будут Я не знаю, прости баллы Или что-то Серьезный инстаграм четырех подружек Да, давай Сучит старатенько Скажи, пожалуйста Ты перевернула камеру или с вами Нет, это я ведь вообще Так, вы, Серега А вы инстаграмы не сограли? Ну так Начинаем с 800 тысяч 80 тысяч? 120 тысяч? 120 тысяч? 120 тысяч? 120 тысяч? Ну прикольно Чем-чем занимаетесь вы? Чем-чем все? На кого? Географы Все географы? Да Географы Не все Я сразу географ Глобус пробил он вспоминает Ну да Ну вдруг Через годик Вот этот невероятный квартет Станет лучшим квартетом инстаграма Давайте Серега, естественно, поймем Как вам? Подружки Скажи, пожалуйста Я что-то не верю Вот это подруженце я не верю Осталось 2 минуты эфира Осталось 2 минуты В ком 2 минуты эфира? Ну инстаграм завершит эфир через час просто Инстаграм вот тебе Еще раз запустим Перезайдем, да Пожалуйста Подружки В общем, ребят Есть такой Есть вот такой вот аккаунт Подружки А что вы там делаете? Мы просто угораем Ну вот такой вот незамысловатый контент У девчонок Девчонки, я вам желаю успехов Нам надо сфоткаться Вам расскажут, как получить немножко кислоты Вот такой Я могу их сфоткать Вдруг вы это сфоткат Давайте Давайте сфоткаться Как мы сфоткаться? Все равно, девчонки, если каждый хочет футболку Нужно выложить 4 футболки Да Отлично Подружки же Особая женская матка Один за всех Одна за всех Давайте уже подружки Немножко эротики Все, девчонки, подходите Вам все объяснят, как что-то сделать Спасибо, что пришли Пожалуйста, реально, если вы начали инстаграм То не бросайте Действительно, попробуйте что-то сделать Перезапускаю эфир Перезапускаю эфир, ребята Оп Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому